Добрый вечер, друзья! Вам на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас уже 16 сентября 2024 года. Местное время 22 часа 10 минут. Киевская и Московская 23 часа 10 минут. Ну, а я, ведущий этого канала, доктор Горбатов, продолжаю чтение интереснейшей, капитальнейшей, фундаментальнейшей работы петербургского психиатра Григория Яковлевича Трошина «Гении здоровья» Николая Васильевича Гоголя. Часть седьмая. Часть седьмая. Значит, седьмая часть будет состоять, вернее, часть седьмая, это третья глава. Третья глава будет состоять из трёх частей. Часть седьмая, часть восьмая и часть девятая. И на этом чтение этой работы будет завершено. И вот эта глава третья этой работы Трошина напечатана в журнале «Вопросы философии и психологии». Книга, семьдесят восьмая, Москва, 1905 год. Итак, седьмая часть. Кстати, и глава седьмая, и часть седьмая. «Гении здоровья» Николая Васильевича Гоголя. Продолжение. Итак, творчество – главный фактор в жизни Николая Васильевича Гоголя. Без этого фактора бесполезно изучать его биографию. Личность его была бы неполной вне условий творчества на всём его протяжении. С момента пробуждения и кончая последним периодом, когда творческая деятельность начинает понижаться. Это творчество Гоголя понижалось. Нет, что творчество Гоголя понижалось – это несомненный факт. То, о чём говорил и профессор Чиш. Разногласия могут быть лишь в понимании характера понижения и причин его вызвавших. Профессор Чиш говорил, что это деградация шла, увядание, то есть психическое расстройство. Ну, а вот доктор Трошин, он сейчас нам и объяснит, как он это понимает. По одному толкованию – это изменение физиологическое, естественно, вытекающее из условий. По-другому – ну, скажем, какое физиологическое – 40 лет, 42 года умер. Ну, а какая физиология? Физиологическое – это, скажем, старость. По-другому – понижение творчества имеет причины душевные болезни – это мнение Чижа и мнение доктора Баженова – и составляет часть общего распада психики, то есть заключительного слова «уме». Первый взгляд считается целым рядом причины рассматривает понижение таланта как сложное явление, состоящее из неправильного направления творчества, влияние мировоззрения, из понижения работоспособности, влияние физической сферы, из отсутствия материала, влияние внешних условий, миграция. Второй взгляд считается лишь с одной причиной – душевным заболеванием. Таким образом, вопрос о понижении таланта сводится к чисто специальной задаче. Нужно доказать, было ли оно физиологическим увяданием или заключительной стадией душевной болезни. Говорить о физиологическом мы, с моей точки зрения, не приходится. 42 года. Это умер в 42 года. А снижение началось и в 41, и в 40. Ну какая физиология? Доктор Баженов и доктор Чиев держатся второго мнения. То есть, это заключительная стадия душевной болезни. Доктор Баженов со свойственной ему тонкостью в жизни Гоголя видит кривую с понижениями и повышениями. Период им повышения соответствует наиболее активные периоды его творческой деятельности. Я вполне присоединяюсь к этому точному наблюдению и не могу согласиться лишь с последующим выводом автора. Цитата. В течение последнего десятилетия, под влиянием ряда, перенесенных приступов болезни, талант угасает, работоспособность исчезает. Вот Трошин не согласен с этим выводом. По моему мнению, Трошин пишет, как периодические повышения в творчестве Гоголя, так и постепенное понижение его за последний период не имеет патологического характера. В истории творчества Гоголя мы наблюдаем замечательную черту, свойственную многим великим людям. Эта черта заключается в периодичности работы. Рассматривая всю творческую его работу, начиная с 1829 до 1852 года, мы можем заметить, на протяжении 23 лет, 4 полных, почти одинаковой продолжительности периода и один последний, неполный, прерванный смертью. С 1829 по 1833, с 1834 по 1838, 4 года, да, видите, по 4 года. 1839, 1844, 5 лет, 1845, 1849, опять 4 года, и 1850, и 1852 год. 1852 году умер в начале, ну, 2 года. Графически эти периоды можно представить в виде следующей схемы. Первый период, начало, 1829 год, пик, 1830-1831, и спадение минимум, 1832-1833 годы. Второй период, начало, 1834-й, который следует после 1833-го падения. Пик творческой активности, 1835-й, 1836-й, спадение, падение, снижение, 1837-й, 1838-й годы. Третий период, следует после пика спадения, 1838-й, значит, 1839-й, 1840-й, еще, скажем так, низкий уровень, потом подъем, который продолжается, значит, год, да, 1841-й, 1842-й, и опять спадение, 1843-й, 1844-й годы. Четвертый период, следует после 1844-го, еще низкий уровень, 1845-й, потом подъем, 1846-й, 1847-й годы, потом опять спад, который продолжается, 1848-й, 1849-й, и пятый период, значит, прерванный смертью. Значит, после 1849-го пика снижения, продолжается пик снижения, 1850-й, потом 1851-й, ну, а в 1852-м году Гугль умирает. Вот такая вот схема. Периодичность. Периодичность, понимаете, ну, вот тут спор, это периодичность, скажем так, циркулярная, да, депрессия, повышение, да, экзальтация, или это физиологическая, творческая, вот так, по четыре года. Итак, как показывает схема, волна творческой деятельности Гуголя поднималась особенно высоко пять раз, правильно, с промежутками в 4-5 лет. Первый раз поднятие было в 1830-м, 31-м годах, когда были написаны и напечатаны обе части вечеров на хуторе близ Диканьки и некоторые статьи из Арабеса. В 1835-36-м годах новое поднятие, в 1835-м кончен для сцены ревизор и начаты мертвые души. В 1836-м году ревизор отделан для печати, к этим же годам относится нос, коляска, утро делового человека, о движении журнальной литературы, петербургские записки 1836-го года, начало игроков, разъезд. Через пять лет, в 1841-м, 42-м годах, кончены «Мертвые души», том 1-й, 1841-й год. Переделывается портрет, шинель, игроки, разъезд. Второму тому «Мертвый душ» дается новая редакция. Еще через пять лет, в 1846-47-м годах, изданы выбранные места из переписки с друзьями. Вместе с тем продолжается второй том «Мертвых душ». Написано «Развязка ревизора», предисловие ко второму изданию «Мертвых душ», 1846-й год. Дополнение к «Развязке ревизора», авторская исповедь, 1847-й год. Последний подъем, по-видимому, начался в 1851-м году. Гоголь, как свидетельствуют современники, появлял в это время большую деятельность по изданию своих сочинений, переделывал стилистический портрет, сорочинскую ярмарку «Ночь перед Рождеством», второй том «Мертвых душ», почти готов. Болезнь и смерть прорвали подъем духа перед самым концом второго тома, который, вероятно, мог явиться в 1852 году. Каждому поднятию творческой деятельности предшествует подготовительный период, продолжительностью, большей частью в один год. На подготовительный период относятся, как показывает схема, 1829-й год, 1834-й год, 1839-40-й годы, 1845-й и 1850-й год. Все эти годы, большей частью, совершается только черновая работа, задумывается произведение, пишутся черновики и наброски, направляются старые, исправляются старые работы. Так, в 1829-м году задуманы вечера на хуторе Брездиканки, начерта написана «Майская ночь», в 1834-м году начат ревизор, задумана шинель, отделаны старосветские помещики, вий, записки сумасшедшего. Исправлена большая часть статьи из Арабеса, в 1839-м, в 1840-м году начат и шинель, 1839-й год, и второй том «Мертвых душ», 1840-й год, отделана тяжба. К этому же периоду относится Рим, ночи на вилле «Лакейская». На этот раз подготовительный период затянулся долей обычного, так как Николай Васильевич в 1839-м, в 1840-м годах много потерял времени на приезд в Москву и обратное путешествие за границу, где, кроме того, сильно заболел летом 1840-го года. Подготовительный период к четвертому поднятию падает на 1845-й год. В этот год Николай Васильевич сжигает одну из редакций второго тома «Мертвых душ», задумывает переписку с друзьями и размышления о божественной литургии. Начиная с подготовительным периодом, каждая акне творческой деятельности Николая Васильевича кончалась постепенным падением волны. Подобные лизисы по нашей схеме падают на 1832-й, 1833-й годы, 1837-й, 1838-й годы, 1843-й, 1844-й, 1848-й, 1849-й годы. Здесь характер деятельности, в общем, аналогичен подготовительному периоду, но интенсивностью гораздо слабее. На эти годы не приходится ни одного творческого замысла. Самое крупное – это черновые ранее задуманных работ. Например, «Ночь», «Ви», «Старосветские помещики» в 1832-м, 1833-м году. Большей же частью ко времени лизисов относятся переделки и поправки или полный застой деятельности. Последняя, то есть полный застой, приходится обыкновенно на последний год лизиса, на 1833-й год, «Мёртвый для Гоголя», по выражению Шенрока, ссылка. Это не совсем справедливо, потому что к 1933-му году относятся некоторые черновики из Миргорода и Арабеса. На 1838-й, 1844-й и 1849-й год. Эти последние года служат таким образом естественными границами между указанными выше пятилетними периодами творческой деятельности Николая Васильевича Гоголя. Существует мнение, будто бы сам Гоголь сознавался как-то в частных письмах, так и публично, например, в исповеди в упадке своего таланта. Перечитывая и сопоставляя места из писем, на которые обыкновенно ссылаются в этом вопросе, мы не могли прийти к такому заключению. Правда, Николай Васильевич часто пишет о своих неудачах, жалуется на умственный запор, отсутствие вдохновения, отупения и так далее. Часто он старается найти объяснение переживаемому состоянию и относить его или к возрасту, какому возрасту, или к болезненности, или к тяжелым материальным условиям. Ну, в общем, депрессуха. Предпринимаются меры против препятствий его литературной работе. Меры, иногда героические, но нет прямого сознания в упадке таланта. За периодом жалоб снова начинается известие об успешности работы. Все же жалобы на неудачи творчества получают естественное объяснение, если обратить внимание на даты писем, в которых видят указания на упадок таланта. Оказывается, что громадное большинство этих писем относится к времени указанных выше лизисов творческой деятельности Гоголя, преимущественно же к годам застоя. То есть, к 1833, 1838, 1844 и 1849 годам. Так, первый лизис был в 1832-1833 годах. В это время Гоголь часто жалуется на бездействие в письма. Погодину от 25 ноября 1932 года, 1 февраля 1933 года, 20 февраля 1933 года, Данилевскому от 8 февраля 1933 года, Максимовичу от 2 марта 1933 года. Второй лизис 1837-38 годы, соответствующие письма Прокоповичу 25 января 1937 года, Данилевскому 16 мая 1938 года. Третий лизис 1843-1944 годы, писем особенно много. В 1943 году Шевелеву от 28 февраля и Оксакову от 18 марта. В 1844 году Оксакову от 10 февраля и 12 ноября. Четвертый лизис в 1848-1949 годах, письма Шевелеву 14 июня 1948 года, Жуковскому 3 апреля 1949 года и 14 декабря 1949 года. Как объяснить указанную периодичность в творчестве Гоголя? Вопрос. Необходимо ли для объяснения ее признать у Николая Васильевича периодическую меланхолию по Баженову, приступы, которые по временам подавляли творчество Гоголя и в конце концов привели к угасанию таланта? Или можно дать другое объяснение, более простое и естественное. А почему это простое? Болезнь это более простое и естественное. Без всякого сомнения нервно-психическая жизнь у всякого человека не имеет ровного, непрерывного течения. Всегда замечает колебания вверх и вниз даже удержинного субъекта, ну, скажем так, среднестатистического. Это объясняется чисто физиологическим развитием и увяданием человеческого организма, обменом веществ, постоянным умиранием и возражением ткани организма. Всего заметнее подобные колебания в жизни великих людей по многим причинам. Во-первых, их жизнь мы фактически знаем лучше, чем жизнь необыкновенных людей. Во-вторых, более совершенная организация великих людей в своих физиологических проявлениях гораздо резче, чем обыкновенная жизнь. В-третьих, нормальная физиология великих личностей имеет свои особенности, которые в обыкновенном человеке были бы ненормальными. Интересная логика. Гёте в своей жизни ясно обнаруживает чередующееся состояние возбужения длительностью приблизительно в два года. С периодами возбужения совпадает подъем его творческой деятельности. Если просмотреть письма Пушкина, в здоровье которого пока никто не сомневался, а я вас сомневаюсь, часто можно встретить жалобы на хандру, отсутствие вдохновения, неспособность к работе. Гоголь таким образом не представляет исключения, даже наряду с Гёте и Пушкиным. С нашей привычкой все сводить к норме мы можем найти периодические колебания творчества Гоголя слишком резкими. И с этой точки зрения периодичность творчества в Гоголе признать патологическим явлением. Но такое объяснение слишком банально. Принимая его, приходится игнорировать фактические данные, показывающие, что наша обыкновенная мерка для физиологии великих людей не годится. Ну, я вам вот что скажу. Естественно, есть периодичность, есть подъемы, причем 4-5 лет. Цикл, то есть около 5 циклов. Значит, последний цикл был неполный и прерванный смертью. Значит, вот где-то этот цикл длится от 4 до 5 лет. В этом цикле есть периоды подъема и периоды спада. Ну, что тут, скажем так, мудрствовать лукаво? Ну, все-таки это же подъемы активности и неактивности. Ну, если бы вот такой человек к нам пришел бы и сказал, вот я активный, все делаю, а потом несколько лет я ни черта не делаю и так далее. Мы бы ему, естественно, поставили циркулярное расстройство. Значит, проблема в общем, что и профессор Чиш, и доктор Баженов, они видят в этих перепадах, в этих циклах душевные расстройства. Доктор Баженов видит все-таки периодическую меланхолию. Ну, скажем так, рецидивирующую меланхолию. Доктор Чиш видит поглубже. И что он видит, я так и не совсем понял. Он там несколько заболеваний, скажем, видит. И циркулярный психоз, да? Значит, вот мания и депрессия. И вообще, скажем так, и паранойю, да, он видит. И так далее, и так далее. И деменцию, и тому подобное. Ну, по крайней мере, эти два врача видят, скажем, дают объяснение этой периодичности, вот, с точки зрения, значит, душевного расстройства. Ну, а доктор Трошин, вот, он утверждает, что это нормальные физиологические сдвиги. Ну, не знаю, я все-таки больше склоняюсь к точке зрения первых двух авторов, врачей-психиатров, клиницистов. Так, несколько иное мнение о понижении творчества Гоголя высказывает доктор Чиш. Следы понижения таланта он находит очень рано, с 1836 года, и ставит их в связь с душевной болезнью, которая разрушала психику вообще, творчество великого писателя, в частности. По мнению господина Чижа, гений Гоголя окончательно погас в 1841 году. Смотри, читай его работу Чижа, которую я зачитал. Я не думаю, чтобы можно этот Трошин пишет, чтобы можно было найти убедительные доказательства того, что именно душевная болезнь разрушила талант Гоголя. Если господин Чиж считает это возможным, то ему приходится основываться на таких доводах, которые не удовлетворяют точности специального исследования, которые далеко не для всех убедительны. Прежде всего, в решении специального вопроса удобнее пользоваться специальными средствами и не вводить сюда общих приемов литературной критики. Эти приемы подтверждают, конечно, факт снижения творчества, вообще насвязывать его с душевной болезнью они не могут. Между тем, господин Чиж свое специальное мнение подтверждает именно общей критикой гоголевского творчества. «Лучше всего об ослаблении творчества Гоголя с 1836 года мы можем судить, говорит господин Чиж, потому что создать что-либо новое достойное автора-ревизора, оставив Россию, больной поэт уже не мог». Конец цитаты. Что же касается первого тома «Мертвых душ», явившегося после ревизора, то, по мнению господина Чижа, цитата, «все воспринятое в мертвых душах было воспринято Гоголем до его отъезда за границу». Чтение «Мертвых душ» уясняет нам, что Гоголь уже не заботился о верности или точности внешней обстановки действия, не постарался узнать о том, что ему неизвестно. «Я, то есть господин Чиж, помню, как один мой знакомый старик, по делам, изъездивший всю Россию, смеялся над Гоголем за его незнание русской жизни. Я думаю, что «Мертвые души», — дальше утверждает Чиж, — можно делить на две части, — продолжает господин Чиж. Первое. По моему разумению, первые шесть глав «Мертвых душ» выше последних. Как поразительная жизненность, недостижимая ясность обрисовки персонажей первых шести глав уже не встречается во второй части. Из этих доводов последний принадлежит не господину Чижу, а самому Гоголю, выбранные места из переписки, письмо восемнадцатое, и доказывает, что Гоголь понимал несоответствие первого тома своим замыслам. Что же касается первых двух, то они основываются на своеобразной критике художественного творчества. Нельзя же в таком вопросе ограничиваться только тем, что, цитата, «Гоголь был великий творец, потому что он был великий наблюдатель». Упреки в незнании русской жизни тоже старый прием были не только знакомые старики, но и критики, обвинявшие вечера в незнании малороссийской действительности. К той же литературной критике относятся указание господина Чижана риторическое описание «Аннунциаты» и подробная критика второй редакции 1839-1848 год Тараса Бульбы. Риторическое описание «Аннунциаты», конечно, недостаток, но нашей критикой давно уже подмечен особый характер женских типов у Гоголя, и «Аннунциата» не представляет исключения. Что касается второй редакции Тараса Бульбы, то подобная ее критика, сделанная господином Чижом, если и доказывает ослабление таланта, то нисколько не приближает к пониманию патологической причины этого понижения. Я не считаю себя компетентным разбирать вторую редакцию Тараса Бульбы, но подвиги некоторых казаков – Кукубенко, Баладана, Мосия, Шила, вставленные во вторую редакцию рукой великого мастера по Чижу, для меня служит достаточно убедительным доводом против понижения таланта. Я не понимаю господина Чижа, когда он говорит, что эти вставки только дополнения, а не изменения. Разве для таланта не все равно? – спрашивает Трошин вопрос. Другая предосторожность, которую нужно иметь в виду при выяснении причин, понижающих творчество Гоголя, заключается в том, чтобы не пользоваться неточными данными в истории гоголевского творчества. Таких данных много. Ближе всего это касается второго тома «Мертвых душ», на основании которого стараются в творчестве Гоголя за последний период найти патологические черты. Второй том «Мертвых душ», той редакции, какую мы имеем, как доказательство понижения таланта, неудобен. Мы имеем одну из первоначальных редакций, где сильно отразилось мировоззрение Гоголя и его стремление представить во что бы то ни стало хорошую сторону русской натуры. Таким образом, изображение во втором томе бережливости и тому подобного, прелести – не творчество, а проповедь а-ля переписка. Здесь, следовательно, не понижение таланта, а изменение в его направлении. Ну и характер-то меняется, изменился характер. Значит, он критиковал Плюшкина за скупость, а тут он уже и пропагандирует бережливость. Вот так вот. Как нельзя доказывать понижение таланта голым сопоставлением ревизора с перепиской, так как можно сравнить лишь подобные величины или сравнивать подобные величины, так и известную нам редакцию второго тома нужно принимать Кунграна Салис. Мы не знаем последней его редакции, но можем думать, что она была лучше указания на это есть. 18 августа 1849 года Николай Васильевич прочел главу из второго тома, присутствовавший при чтении С.Д. Аксаков пришел в восторг. Цитата. Слава Богу, пишет он сыну Ивану, талант его стал выше и глубже. Мы обещали ему не писать даже и тебе, но нет сил молчать. Глава огромнейшая, чтение продолжалось час с четвертью. Конец цитаты. Когда Гоголь прочитал вторую главу, С.Д. Аксаков не может прийти в себя вторая глава несравненно выше и глубже первой. Раза три я не мог удержаться от слез такого высокого искусства показывать в пошлом человеке высокую человеческую сторону нигде нельзя найти, кроме Гомера. Так раскрывается духовная внутренняя человека, что для всякого из нас, способного чему-то чувствовать, открывается собственная своя духовная внутренность. Теперь только я убедился вполне, что Гоголь может восполнить свою задачу, о которой так самонадеянно и дерзко, по-видимому, говорит в первом томе. Конец цитаты из Аксакова. Мы, однако, при решении специального вопроса, где спорными данными руководствоваться неудобно, можем сожалеть, что не имеем последней редакции второго тома. Что же уже тут говорить? Наиболее точный метод в вопросе о понижении таланта чисто специальный. Одно из двух. Или у Гоголя душевная болезнь с исходом слабоумия. Тогда понижение таланта вследствие болезни. Или душевного заболевания не было. В таком случае для понижения творческой деятельности нужно отыскать другое объяснение. Там уже нашли объяснение, тут надо еще искать. Общий ход гоголевского творчества, глава первая, история его мистицизма и индивидуализма, глава вторая, это уже зачитано мной, развитие творческого самосознания, глава третья и четвертая, показывает, что все доводы пользу душевной болезни отпадают сами собой, если изучать Гоголя не как простого смертного, а как представителя высшего типа. Посмотрим теперь, насколько убедительны доводы относительно слабоумия или, выражаясь мягче, распада душевной жизни. Это по профессору Чижу. Какие же доказательства приводятся в пользу распада психики? Слово говоря, в предыдущем изложении мы уже касались почти всех их. В самом деле, когда утверждают, что Николай Васильевич за последний период своей жизни потерял чувствование и не мог скорбеть при смерти Языкова, мы видели, что это неверно. О смерти своего любимца Гоголь отзывался несколько раз. Иногда очень тепло, иногда, иногда в его отзывах проглядывает мистическая нотка, которую напрасно принимают зачерствовать. В бесцеремонам по временам поведения Гоголя по отношению к окружающим видят ослабление воли, но при этом забывают, как поставил себя своеобразный ученик славянофилов своей перепиской по отношению к существующим тогда партиям. Николай Васильевич был прав, когда от своих «друзей» боялся недоразумений, а о цензоре писал, зная только, что цензор был, кажется, в руках людей европейского или западнического взгляда, «Одолеваемых духом разного рода преобразований, которым было неприятно появление моей книги». Это в письме Смирновой от 22 февраля 1847 года. Даже Берг в своих воспоминаниях, рассказывая о вечере у А.А. Комарова, знакомого Белинскому, Прокоповичу и Гоголю, замечает, что Гоголь потом заговорил о себе и всем нам, дал почувствовать, что его знаменитые письма, написанные им, были в болезненном состоянии, опять в болезненном, что их не следовало издавать, что он очень сожалеет, что они изданы. Конец цитаты. Нужно помнить характер отношений Николая Васильевича к людям, даже к школьным товарищам, а особенно к московским друзьям, чтобы правильно оценить и якобы бесцеремонность Гоголя. Остаются жалобы Гоголя, как доказательство распада психики. За последние года жалоб масса, в груди моей равнодушно и черство, как растопить мне мою душу, холодную, черстую, просто не успеваю ничего делать, ничего не могу написать начисто, ошибаюсь беспрестанно. Мои мысли расхищаются, у меня все расстроено внутри, как сквозь сон видится мне самый Иерусалим. Нашло на меня оцепенение, бедная моя голова и так далее и тому подобное. Нужно игнорировать, как вообще Гоголь говорил о своем здоровье, мучился препятствиями в процессе творчества, чтобы видеть в этих фразах явление распада душевной жизни. Господин Чиж, приведя подобные места из писем последних годов, говорит, цитата, сам Гоголь ясно осознавал упадок физических и духовных сил. Как и всегда, Гоголь верно понимал состояние своего здоровья. Проницательность Гоголя мы должны доверять, и потому несомненно, что уже в 1947 году начался распад душевной жизни гениального автора «Мертвых душ». Это цитата из Чижа. Дальше пишет Трошин. «Я также вполне верю Гоголю, и потому удивляюсь, каким образом на его словах можно ставить диагноз слабоумия. Что это за распад психики, одаренной проницательностью и, как всегда, верно оценивающей свое собственное состояние?» От слабоумия меньше всего можно ожидать этого. Я не думаю, чтобы господин Чиж не знал столь простого факта. Вина в методе, который бы что бы то ни стало, хочет доказать, что у Гоголя явилась преждевременная старость. А что это было, если он 42 года умер? Да и действительно ли, начиная с 1947 года в жизни Николая Васильевича Гоголя, мы видим только одно печальное вопрос? Далеко нет. Высшие проявления души, высшие художественные эмоции, то есть те области, которые в первую голову поражаются при распаде душевной жизни, сохранились у великого писателя и в то время. Стоит только вспомнить, как тонко ввел он свою тактику. В 1847 году в полемике по поводу своего произведения. Как ясно он понимал свое отношение и к московским друзьям, и к западникам. В это же время он писал своим сестрам, цитата, глянула ли хоть одна из них на то, как вообще ведется жизнь на свете. Крестьянин вырабатывает трудом и потом средства для своей жизни, а мы кушаем, да поджидаем гостей. Через два года, цитата, посылаю добрая матушка полтораста рублей серебром не для вас собственно, но для раздачи тем бедным мужичкам нашим, которые больше всех других нуждаются. Особенно тем, у которых передох весь скот и за несколько месяцев до смерти. Гоголь пишет, прошу тебя, это сестре Ольге, обрати особенное внимание на родильниц и отложить несколько денег, чтобы нанять работницу на то время, когда родившая должна пролежать по селе. И для этого нужно непременно наведаться самой. Все это не распад душевной жизни. Согласен. С этим согласен. В 1851 году Иван Сергеевич Тургенев имел случай, слыша чтение ревизора самим Гоголя. Это место из воспоминаний Тургенева важно потому, что в них Николай Васильевич является без всякого изменения, совершенно тем же родником чистой поэзии, каким он был в 1831 году, то есть 20 лет тому назад, когда в кружке Пушкина читал свои первые произведения. Цитата. Он принялся читать и понемногу оживился, пишет Тургенев. Читал Гоголь превосходно, щеки покрылись легкой краской, глаза расширились и просветлели. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет для него самого новый и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайно и особенно в комических, юмористических местах не было возможности не смеяться. Я только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием только поскорей посмешить обыкновенно разыгрывается на сцене ревизор. Я сидел погруженный в радостное умерение. Это было для меня настоящий пир и праздник. И это было, прибавим мы, от Рошин пишет, за несколько месяцев до смерти Гоголя. Подобные факты красноречиво говорят против распада психики. Согласен тоже с этим фактом из письма Тургенева. В нашем распоряжении есть еще одно средство убедиться в здоровье гоголевского таланта, которым было бы обидно не воспользоваться. Это переписка. Психопатологическое творчество имеет определенные черты. Они должны были отразиться на выбранных местах, если бы автор их был душевно больным. Специальная точка зрения на изучение таких лихностей, как Николай Васильевич Гоголь, имеет громадное преимущество. Она руководится объективными данными, не связана ни с симпатиями, ни с антипатиями. Я вполне согласен с тем, что и переписку необходимо подвергнуть специальному изучению. Если будет доказано, что она относится к психопатологическому творчеству, я должен признать Гоголя душевно больным. Психопатологическое творчество настолько характерно, что у душевно здорового явиться не может. По своей сущности оно предполагает особый склад автора, ярко отмеченный печатью душевной болезни. Факты. Когда душевные болезни, нетворчество соприкасаются друг с другом, очень разнообразны. Особые черты имеют проблески творчества у слабоумных. Большое число параноиков, особенно с дегенеративным происхождением, творят и даже печатают свои произведения. Затем есть случаи, когда у человека, безусловно, талантливого развивается душевная болезнь и действует на его творчество. Немало и таких примеров. Когда болезнь и талант существуют одновременно, на душевная болезнь, на творчество не влияют. Все эти разновидности имеют свои характерные особенности. Нас завело бы слишком далеко желание полностью обрисовать связь психопатологии с творчеством. Применяясь к своей теме, достаточно указать главные черты того регресса, который претерпевает творчество под влиянием душевной болезни. Прежде всего изменяются мотивы творчества, то есть сумма тех потребностей, которые лежат в основе так называемого творческого инстинкта. Человек, обладающий талантом, но имевший несчастье заболеть психически, настолько подчиняется своему болезненному состоянию, что пишет ради своего ненормального психического мира. Иллюзии, галлюцинации, бредовые идеи, тягостные ощущения, сопровождающие это, настолько покоряет его, что он начинает верить им, оправдывать им, поэтизировать психический регресс. Они резко суживают, объем сознания и творчества при дальнейшем течении мотив еще более понижается, и душевнобольные, особенно параноики, творят в силу совершенно неправильного, преувеличенного мнения о своей личности. Идея величия, желание доказать свою гениальность, сделаться знаменитым ученым или писателем, шаг дальше и мотивом творчества служат разрозненные, случайные, низменные побуждения, основанные большей частью не на психических, а на физических потребностях. Очень часто не сдерживаемое половое чувство. Одновременно с мотивом регресса творчества проявляется в его материале. Широкая область литературного творчества, которое может захватывать все существующее, суживается. Она постепенно, но неуклонно концентрируется около «я» больного автора. Содержание ограничивается часто одними субъективными ощущениями, которые заполняет больного и скрывает от него окружающее. Этот процесс прекрасно описан одним из больных творцов Эдгар По. Цитата По. Реальные явления и действительности производили на меня впечатление видений, и не больше, как видений. Между тем, как причудливые, безумные идеи из мира мечтаний были не только что обыденным содержанием моего существования, но положительным, единственным предметом, наполнившим все содержание моей жизни. Конец цитаты. Эдгар По. 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 И остается непоколебимым, слепо верящим в свои создания. В истории творческого самосознания Гоголя мы с намерением подробно остановились на появлении переписки. Это наилучший путь для того, чтобы выяснить мотивы, содержание и критическое отношение в создании выбранных мест из переписок с друзьями. Только таким путем можно решить вопрос, связана ли переписка с регрессом психики вообще и творчества в частности, носит ли она характер психопатологического произведения или нет. Мы не имеем основания подвергать сомнению ту сложную сумму мотивов, которая, по словам Гоголя, руководила им при составлении переписки. Все более и более слабее физически он решается сделать в своей литературной деятельности круг. Он долго подготовляется, не сразу решается выступить на новое поприще, пока наконец тяжелые для его здоровья года 1844-1845 не укрепляют еще более его решения. Когда в своем предисловии к выбранным местам он говорит, цитата, я был тяжело болен, а в авторской исповеди добавляет из боязни, что мне не удастся кончить того сочинения моего, которым занята была постоянно мысль моя. В течение десяти лет я имел неосторожность заговорить вперед кое о чем из того, что должно было мне доказать в лице выведенных героев повествовательного сочинения. Он говорит совершенно искренне. Судя по жалобам на здоровье, он давно имел в виду, как мы видели даже в моменты одушевления. Например, при окончании первого тома, тома мертвых дух, страх не окончить начатого не покидал его. Вторым мотивом была невозможность писать по-старому. Цитата. Оправился от тяжелой болезни моей, как составил из них книгу. Речь идет об авторской исповеди. Мотив очень важный. Он повторяется у Гоголя с 1833 года, когда он критикует свои вечера. Затем в 1836-1837 году та же участь постигла ревизора. На первом томе «Мертвых душ» Гоголь так жестоко не нападает на все-таки недоволенным. Третьим мотивом были достоинства самой книги. В момент создания переписки Гоголь ставил ее очень высоко. Он назвал ее первой своей дельной книгой. Был убежден, что она разойдется сразу, произведет большое впечатление. В предисловии даже говорит, цитата, «Мне хотелось, хотя сим, искупить бесполезное всего доселе мной написанного, потому что в письмах мои, по признанию тех, которым они были писаны, находятся более нужного для человека, нежели в моих сочинениях». Конец цитаты. После выхода в свет, когда на переписку широким потоком хлынула критика Гоголь, понизил тон, он согласен, что книга нанесла ему поражение. Это публичная плеуха. Он горит со стыда. Правда, он не сразу же согласился изменить мнение. И известная, правда, значительное суженное значение за своей книгой признавал и потом после критики, но в ней было желание добра. Это написано в авторской исповеди. Четвертым мотивом издания переписки было особого рода соображение. Оно проглядывает в письме Россети от 1847 года, где Гоголь, говоря о втором томе «Мертвых душ», цитата, пишет. «Поверьте, что без выхода нынешней моей книги никак бы я не достигнул той безыскусственной простоты, которая должна необходимо присутствовать в других частях «Мертвых душ», дабы назвал их всяким верным зеркалом, а не карикатурой. Вы не знаете того, какой большой крюк нужно сделать для того, чтобы достигнуть этой простоты». Конец цитаты. Еще яснее это выражено в письме Аксакову в августе 1847 года. «Без этой книги не пощупать бы мне ни самого себя, ни людей и не пополнить бы никогда тех сведений, даже в психологическом отношении, которые мне необходимы для мертвых душ». Стоит вспомнить ряд писем Гоголя к разным лицам с просьбой посылать ему наблюдение предисловия ко второму изданию первого тома в 1846 году о том же, чтобы согласиться с этим привычным для Гоголя мотивом. Пятый мотив или вернее причина появления переписки, ошибка в силу болезненного состояния, об этом Гоголь пишет двум лицам, пред которым ему не нужно было оправдываться, а именно Иванову и отцу Матвею Константиновскому. Оба письма относятся к позднейшим и, по-видимому, написаны одновременно. 28 декабря 1947 года Гоголь пишет, цитата, «Нападение на книгу мою отчасти справедливой. Я ее выпустил весьма скоро после моего болезненного состояния, когда ни нервы, ни голова не пришли еще в надлежащий порядок. Я поторопился точно таким же образом, как любили торопиться вы, и впутался в дело, прежде чем показать на это свое право. Нужно было не совваться, прежде чем не сделать свое собственное дело, и копаться около него, закрывши глаза на все, по пословице «Знай, сверчок, свой шесток». Восклицательный знак и конец цитаты. Этой поспешностью я даже повредил многому тому, что хотел защищать. 12.01.1848 года новость или под вопросом в письме отцу Матвея Гоголь передает историю своего писательства в очень точном виде. И, между прочим, говорит цитата «Книга моя, то есть переписка, есть произведение моего переходного душевного состояния, временного, едва освободившегося от болезненного состояния. Дело в том, что книга – это не мой род». Далее следует план «Мертвых душ». И, наконец, шестым мотивом являются особенности творческой натуры, о которых Николай Васильевич подробно пишет Аненкову в письме от 7 сентября 1847 года, продолжая выяснять свое переходное состояние. Вся эта сложная сеть мотивов далеко стоит от того патологического сужения личности и объема сознания, которое проявляется в психопатологической литературе. Что касается содержания переписки, то в ней выразило все мировоззрение Гоголя с его религиозным, мистическим направлением, с благонамеренностью, славянофильскими симпатиями, индивидуализмом. В общественных взглядах это мировоззрение можно критиковать или сожалеть, но нельзя его свести к регрессу психики. Это то мировоззрение, которое проявляется у Гоголя в момент, когда он стал сознательно относиться к окружающему. 17 лет он уже имел благонамеренный взгляд на счастье себе подобный, религиозное и мистическое направление его не покидало. Когда он творил «Вечера» и «Ревизора», наконец, весь громадный план «Мертвых душ» был составлен на той же идеологической подкладке, на какой создалась переписка. Недаром автор и считал выбранные места в стол полезными для второго тома «Мертвых душ». И однако это миросозерцание не помешало появлению первого тома, а именно похождении Чичикова. Я согласен, что если всем мировоззрение можно свести этот ровшим пищей к душевной болезни, то переписка будет психопатологическим творчеством. Но, думаю, это невозможная задача. И действительно, насколько настолько ли велика краткость и поверхность, простота и известность и разнообразие вопросов, трактуемых в выбранных местах, чтобы эту небольшую в 14 печатных листов книгу признать производством графомана, как это делает доктор Чич. Сам доктор Чич указывает, что треть книги посвящена искусству. Без всякого сомнения, об этом предмете великий писатель имел право трактовать, не будучи графоманом. Господин Чич указывает, что такие вопросы, как просвещение, письмо 16, помощь бедным, письмо 6, чей удел на земле выше, письмо 29, разрешается Гоголем крайне просто и кратко. Не думаю, что это так. Ниоткуда не видно, что Гоголь имел целью разрешить эти вопросы, как бы то ни было. Но переписка все-таки публицистика, хотя и очень неважная. Гоголь говорит о помощи бедным по поводу того, что петербургская молодожь, молодежь затеяла подносить золотые венки и кубки чужеземным певцам. А в статьях, чей удел на земле выше и просвещение, Николай Васильевич дает только взгляд с точки зрения своего миросозерцания. Масса других писем объясняется тем же. Вообще, с психиатрической точки зрения можно рассматривать лишь завещание, да и то врач должен считаться с той оговоркой, какую сделал сам Гоголь по поводу его. Цитата. На завещание не следовало упираться, в нем судишь себя строго, потому что готовишься предстать на суд перед того, пред которым ни один человек не бывает прав. Авторская исповедь. На самую верную точку в критике переписки встал Белинский. В своем знаменитом письмо «Разбору подлежит миросозерцание Гоголя». Недаром Гоголь так остаивал свой план переписки от цензурных угроз. Недаром он часто переставлял в ней о динние части, заботился о последовательности, выбрасывал лишнее. Ну вот. Седьмая часть и зачитана мною. Остается восьмая часть и девятая. Но об этом чуть позже. А сейчас я, доктор Джордж Горбатов, прощаюсь с вами. Вот. Я завершил чтение седьмой части работы петербургского психиатра Григория Яковлевича Трощина. О гении здоровья Николая Васильевича Гоголя. И прощаюсь с вами. До следующих встреч. В чтении стрима. И возможно, возможно, что и в консультации. Спасибо и до свидания.